всем привет сегодня нас история будет от подписчица история от анонима но это не сама история прям про любовь отношения эта история поднимает огромную тему которая здесь тоже затрагивается в обществе в отношениях мужчин и женщин когда вы уходите замуж за турка об этом нужно знать о таких назовем так подводных камнях история ко мне пришла на английском языке сейчас я немножко вам зачитаю буду сразу переводить так что если я что-то коряло назовем так как-то буду объяснять что-то зачитывать знаете что я это сразу перевожу довольно таки трудно но все равно я хочу не все письмо буду зачитывать есть моменты которые не надо зачитывать личные такие но саму суть как бы да я хочу вам огласить немножко сначала костяк скажем так в чем суть моя проблема это ребенок не замужем за турком уже семь лет и мы жили раньше в стамбуле наш сын родился через два года после женитьбы только это было время карантина 2020 год я поняла что с его развитием большие проблемы на самом деле когда сыну было полтора года я увидела признаки аутизма он не отвечал когда я хотела его внимание и он как бы жил в своем мире к двум двум с половином годам он говорил только три слова я обсуждал эту проблему с мужем но получила наверное самый типичный ответ родителя который не хочет видеть проблему муж обвинял меня в том что я пытаюсь создать проблемы там где их не существует я сожалею что ему об этом говорила тогда и послушала его и не начала уже тогда предпринимать какие-то действия вот здесь хочу остановиться в турции у турах есть такая назовем знаете здесь две крайности проблема собственно да о чем речь здесь либо очень верят врачам и чересчур тревожно относятся к своему здоровью и здоровью детей то есть когда людям любой не знаю пчих или еще что-то они бегут к врачу свято ему верят очень любят лечиться и так далее всем табором своим семейством бегут к врачу и второй случай как вот здесь о чем история о том что родитель не хочет видеть проблему болезни своего ребенка и судьи которые вообще идут здесь в больницу и спинковой тяги условно пока рука нога отваливаться не начнут они не обращаются делают вид что ничего не происходит здесь вот такие две крайности либо кто-то очень любит лечиться либо кто-то вообще в больнице старается не ходить и психологически здесь момент такой что очень часто родители когда есть у ребенка заболевание и оно явное они уходят в отказ закрываются делают вид что ничего не происходит это защитная функция такая психики такое бывает это отрицание это определенная стадия потом бывает разочарование принятие так далее но в общем на данный момент я вам как мать которая здесь живет кто может попадать в подобные ситуации советую только мать знает когда у ребенка хорошо что-то или плохо материнское сердце не подводит то ваши инстинкты что вы ребенка этого носили елки-палки это часть кровь и плоть от вас вы чувствуете понимаете так вот если ваш супруг из той категории турок который не придает значение здоровью не бежит быстрее лечиться и так далее а вы чувствуете что вашему ребенку плохо ему нужна помощь никуда может быть заболевание или задержка развития отставания и тому подобное обязательно бейте тревогу принимайте все пожалуйста меры для того чтобы начать это лечение возможно ваш муж турок попал в эту категорию людей которые до последнего либо он в этой стадии отказа и непринятия делает вид что проблемы не существует но вот это отказ и не принять это в любой национальности может быть в любой стране это свойство психики человека никак национальности к стране отношения не имеет продолжаем всякий раз когда я говорила что-то о задержке речи и нетипичном поведении моего сына по сравнению с другими детьми в окружении моей свекрови она злилась и говорила что мне не следует сравнивать бирже йог она говорила я думаю вы знакомы с этой поговоркой то есть типа ничего нет ничего вот видите свекровь это посыл от мамы я же вижу тут проблему в семье свекровь там рулит он ваш супруг делал так и говорит мама и мама горьше йог и здесь да есть турки которые очень не отдают детей в детский дом или там какие-то определенные учреждения так далее занимаются детьми а есть те которые инвалидность либо проблемы со здоровьем вообще не признают и говорят и все нормально все в порядке когда и реально все вишни все в порядке вообще а и в итоге я столкнулась с огромной силой мнения старшего по сравнению с моим мнением и бабушки вот видите о чем я сказала мама там рулила я сдалась и послушала ее да ему было всего около двух лет он не любил других детей и хотел быть на качелях по 45 минут а порой и по часу он не говорил ну потому что он двуязычный дети билингвы позже начинают говорить в общем находились какие-то оправдание его поведению и на самом деле дома мы говорили на всех трех языках так что я думала что это в этом нет ничего особенного и карантинные времена были очень тяжелыми летом после возобновления полетов я поехала в гости к своей семье и показала ребенку врачу себя на родине и она сказала что есть признаки раз заболевания но надо и к другим врачам сводить и началось бесконечный круг бумажной волокиты врачи терапия я решила остаться у себя на родине подольше в латвии чтобы получить как можно больше информации и лечения от моих уже врачей логично потому что у вас в турции ваши родственники говорят бирже йох ничего нет как бы чет панику без все в порядке мой турецкий язык не очень хорош я могу обойтись говорить на рынках в транспорте но я не могу поговорить с врачом об аутизме и так далее чтобы понимать конкретно наш разговор для меня это детально трудно мой муж довольно скоро приехал к нам в гости в латвию и был как-то заморожен ощущение отстранен это единственное что я могу орех охарактеризовать в его поведении в тот период видите вот он вот некое отрицание было потом у него стагнация началась типа он вообще короче растерялся и душа растерялся он закрылся и я сказала что останусь на несколько месяцев чтобы посмотреть как идут дела у нашего ребенка а он я хотела чтобы он узнал об вообще об аутичных детях их будущем в турции что мы можем получить может быть какую-то терапию куда нам обратиться и так далее так что я вернулась в стамбул незадолго той зимы и мы начали все с нуля опять уже в турции мой муж его семья хотели посетить психиатра и так далее в турции я понимаю что они больше доверяют своим врачам я тоже всегда выбираю латвийских врачей они турецких потому что мне все понятно и мне все четко но для меня было опустошительно сидеть там и делать то же самое снова и не понимать ничего что происходит что они там говорили о моем ребенке из нас конечно бы за это брали очень много денег на мой муж отказался идти государственным врачам официально оформлять инвалидность видите в семье у вашего супруга проблема с болезнями с инвалидностью знаете с чем у них есть некое убеждение что-то назовем так дефектность это изъян это нехорошие некрасивые слова конечно но это все я характеризую просто в семье вашего супруга происходит поэтому не пошел государство учреждения потому что он не хотел оформлять инвалидность показывать людям общественности что назовем так у него какие-то проблемы у ребенка со здоровьем я этого не понимала но не настаивала потому что у каждого конечно свои условия принятия такого рода изменений в ребенке нет неправильно здесь проблема семьи где правят родители старшее поколение которые хотят быть идеальными у них вообще проблема в семье с самооценками и с общественным мнением они слишком зависимы от окружающих что они скажут подумают соседи люди и так далее он также сказал что инвалидность бесполезно так как правительство не оказывает финансовой поддержки родителям не дает детям лечение я не знаю правда ли это потому что я не могу найти информацию самостоятельно я была бы счастлива если бы вы рассказали мне что вы как психолог или мать живущая в стамбуле знаете о судьбе этих детей один из психологов которых мы встретили сказал что план реабилитации моего сына будет состоять из частного детского сада на полдня плюс интенсивная терапия пять раз в неделю и она сказала что это может быть около 10 тысяч лир стоимость это было в начале 21 года не представляю сколько сейчас это стоит наверное в два раза больше потому что инфляция и но даже 10 тысяч лир были самой большой частью нашего дохода также нам надо на что-то жить и заниматься другими делами в общем я чувствовала себя подавленной ей раздавленной я начала ненавидеть вообще весь истамбул и всех вокруг себя я понимаю что турецкое правительство поощряет нас заводить больше детей но когда речь пошла о том чтобы помочь нам тишина смотрите я не огромный эксперт в плане аутизма я вам немножко дам информации сейчас поищите первая проблема ваша это язык незнание его а поэтому вы злитесь на где вы злитесь на себя не на правительство и так далее вы слишком зависим от своего супруга а супруг видите с какой у вас какими размышлениями здоровье вашего ребенка сейчас в ваших руках зависит от вас видите вы у себя дома комфортно чувствовали в латвии обследование пошла вся история вообще здесь лечение она поймите даже график прививок в турции такой же как и в россии например медицина это у нас здесь в этим как назовем стадии моменты эти они одинаковые не отличаются я думаю лечение реабилитация и вход в социум детей с аутизмом такой же как в наших других во всех европейских странах просто ваш супруг это вам вообще на меточка не хочет этим заниматься он не хочет признавать что у ребенок болен и этого не хочет ваша свекровь или старшее поколение вашей семье поэтому ваш ребенок не получает сейчас адаптацию может быть можно еще я не знаю какая там до степени аутизм они же разные бывают да насколько он социально адаптив и так далее что с этим вообще можно сделать сейчас вы теряете время поэтому вам надо брать в свои руки все иначе вы боретесь просто с ветряными мельницами ваш супруг и ваши свекры не заинтересованы в помощи ребенку из-за своих личных комплексов и проблем на эту тему они не принимают ребенка так и не хотят его видеть таким поэтому создают ощущение что проблемы нет чем вас опитали несколько лет вы уже столько времени потеряли поэтому вам пора выходить из зоны комфорта быть независимой от своего супруга не он вам говорит ничего не происходит никаких мер нет пожалуйста нам не надо нам не надо никаких пособий нам не нужна инвалидность нам ничего не надо давайте сделаем вы вообще альо встряхнитесь вы мать на вас ответственность за ребенка боритесь за своих детей надо бороться где бы вы не находились и то что вам это некомфортно неудобно пожалуйста в задний ящик откладываем и начинаем бороться за своего ребенка вот вам повод плюсик выучить турецкий язык google переводчик в помощь google можно открывать поисковик с переводчиком сразу и переводить на свой родной язык турецкие все эти сайты вы прекрасно пишите на английском языке прекрасно поверьте у вас вот есть уровень скажем так турецкого для магазина для транспорта знаете к врачу сходить тоже с этим можно не супер все так как бы плохо выходили к частным врачам с мужем они большинство говорят по-английски если что вы сейчас перед таким а вы видите что страдает ваш ребенок вы мучаетесь угрызениями совести за это на вас ответственность за него пришло время брать ответственность вы выходили замуж назовем так за сильного мужчину который бы решал ваши проблемы и когда сейчас пришла проблема вашу вы не хотели быть самостоятельной взрослой вы искали себе защитника но сейчас так сложилась ситуация и вы ответственность за своего ребенка несет все равно девочкой на коленках у папы не получится побыть что вы видите страдает ребенок папа не предпринят папа сейчас вообще муж потерял образ защитника вы видите его слабым он не хочет решать проблему и самой брать в инициативу свою руку тоже не хочет еще получается я ухожу старого образа в котором я жила за меня решают но ради жизни адаптации вашего ребенка сохранение его в социуме вы должны взять на себя эту ответственность заняться этим вопросом вы идете государственную клинику начинаете этот путь опять же сначала это не так уж у вас уже есть какие-то обследования анализы и зла латвина примерно английском языке все с собой берите и идите этим вопросом заниматься почему это важно через госорганы делать не по частным клиникам частная это пришел вас никто не контролирует муж захотел заплатил пошел не захотел денег нет не пошел вообще делать вид что проблемы нет и так далее это позволяет камуфлировать проблемы делать что ничего не происходит идите в государственную клинику по месту житель занимайтесь там этим вопросом с нуля и не с мужем таскаетесь с google переводчиком от google переводчика в этой ситуации у вас пользы будет гораздо больше чем от вашего супруга который делает вид что проблемы нет почему я наставлю на государственных этих всех органах потому что вот точно знаю что в из мире в стамбуле точно есть но это просто из моих знакомых что я своими ушами вот этими слышала есть школа интернат для детей страдающих аутизмом аутистическими расстройствами и там специально дети живут там с родителями там реабилитация и это государственное учреждение понимаете есть эти школы и это поймите для аутистов не адаптированы в социуме у которых свой понимаете мир специалисты должны с которыми жить работать по ним понимаете то есть это уже назовем так для более глубоких вариантов этого заболевания а вам предлагают садик на полдня вот эту адаптацию значит там вас не такая стадия там не так глубокого заболевания то есть он адаптивен социуме он может ему можно создавать социуме условия даже в частном садике так далее в частном садике но может и государственные есть вы должны про это узнать я во первых говорю что эти заведения есть есть специальные школы интернат у кого это очень серьезно это бесплатно это государственное поэтому злиться на турцию как страну не надо злитесь на своего супруга и на себя супруг делает вид что ничего не происходит не решает проблему а вы ждете от супруга ничего не предпринимаете когда он все решит потому что вы здесь в стране вот девочки кто замужем вот пожалуйста пример не знание языка социальная неадаптация здесь и независимость стране вот к чему приводит страдает ребенок и женщина злиться на страну да нет блин то вам уж так информацию все преподносит по поводу социальной адаптации мой ребенок ходит в частный сад и у нас была такая ситуация его обижал ребенок в садике а вообще это нельзя нас как родители не оповестили о том что в группу вводится ребенок у мальчик страдал аутизмом но в легкой форме и поэтому отличить его как-то поведение было ну как то что мы видим по видео фото и отчетам невозможно было понять но почему-то у него скажем так клинило расстройство на моей дочери он ее обижал и убил короче и еще одного там мальчика на него на них клинила несколько раз были конфликты ситуация не менялась потом мальчика вывели из группы все равно и о том что это был ребенок аутист я узнала уже после когда его не стала группе мне расскажут следующий воспитатель это скрывалось от родителей это неправильно что были проблемы свои садики на тему мы общались короче говоря но да это тот случай когда мальчику дали возможность ходили в группу на целый день кстати не на полдня и у него была своя реабилитация это я точно знаю вариант который вам с частным садиком предложили у нас был просто в садике психолог обычный стандартный для работы с аутистами там не было то есть я считаю что честно на самом деле нужно обращаться в государстве над этот центр с государственный может сказать он полностью бесплатный узкого профиля интернат либо садики такие тоже есть обращайтесь лучше туда потому что с частных садиках нет вот этих супер специалистов которые нужны это сколько всяких там нейропсихологи там все вот эти обследования это тоже огромная работа это узкие узкие очень профи специалисты но не есть в россии они тоже есть и в россии это тоже частная история такими детьми занимаются они ходят а в обычный садик но они при этом ходят на какую-то реабилитацию адаптацию помимо садика дополнительно очень часто я тоже знаю что родители либо в курсе других детей либо нет в группе но у нас был такой случай что нам бы лучше вот честно скажу да я так скажу что я бы свою дочку научила как общаться с этим мальчиком почему-то нажимаем так у нас не контакт если мы адекватно я психолог да а если бы у нас это была ошибка педагогов что они нам об этом не рассказали да и у нас были какие-то проблемы это в течение нескольких месяцев парочки трех у него периодически какие-то моменты были когда воспитатели не смогли с ним досмотреть он носил к назовем так некий ущерб урон здоровью моего ребенка не там не супер катастрофа но все равно он пугал своим поведением то если бы это было объяснено заранее мы нашли даже в принципе подход к этому всему это проблема садика была короче говоря я вам все очень популярно объяснила автору письма хочу сказать пришло время взрослеть становиться взрослой ответственной мамой и в позиции жертвы либо ребенка вы уже не можете потому что на вас есть ваш ребенок ничего супер страшного нет у меня тоже есть моем кругу знакомые и кого из дети с подобными какими-то расстройствами разоболеваниями назовем так я вам точно могу сказать что дети адаптивные главное не заниматься и самого раннего возраста не терять время это самое главное в этой ситуации я вам больше скажу что у аутизма разные стадии существуют это все индивидуально надо смотреть но большинство моментов они адаптивные ребенку его можно ввести в социум я больше скажу что зависимости от его особенности аутистических у него может быть назовем так некий дар это просто до особенный ребенок но там где у него не как у всех у него может быть он может быть хорошо исполнительно выполнять какую-то одну функцию работу это хорошие математики физики понимаете все вот эти люди с цифрами например если мы берем про цифры до математику логику все прочее эти люди будут многие знаменитые математики открыватели да то есть научные какие-то деятель очень у многих есть если так покопаете их историю до проблемы с аутизмом то есть у них есть симптомы этого заболевания очень многих особенно математика цифры все прочие счеты эти люди очень хорошо могут сфокусироваться на выполнении там например бухгалтерской работы и так далее то есть индивидуально надо смотреть но поверьте не все так печально трагедия мы в конце концов живем в обществе и общество развивается и слава богу общество наше гуманно и мы стараемся у европейских как меню тут вас если в латвии также да мы стараемся вводить чтобы всем было комфортно жить в обществе в нашем поверьте и вашего ребенка тоже все будет в порядке вы главное время сейчас пожалуйста не упускайте занимайтесь им вот сейчас самое главное важное время а вы что делаете ждете у моря погоды закрываете на все глаза и думать ой ну на рассекровского бирже йог ну наверное бирже йог да нет 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 это у них бирже йог а у вас и вашего ребенка надо им заниматься все есть и все в ваших руках так что я вам желаю удачи узнавайте google переводчик в помощь знакомые всякие государственные центры есть хотя бы вы сбейте тупо в google из мир на турецком школа например там аутизм чего-нибудь выйдет вы как искали google из и до этого не дошли вы на мужа полагается он ничего искать не будет поверьте он пшу него не в интересах это его его интересах скрыть и сделать и что проблемы нет вот так спасибо за внимание пишите ваши советики особенно у кого детки с подобными заболеваниями дайте советы что делать как адаптация происходит если вы в турции за этим столкнулись обязательно пишите очень узкая тема очень важная но это никто не застрахован то что у вас этого не будет так бывает спасибо за внимание всем удачи здоровья все будет хорошо пишите комментарии всем пока